Глава пятая. Уроки о доверии. К вечеру она была полностью опустошена и сильно расстроена. С трудом передвигаясь, нет-то плелась домой по неровным дорогам и улицам. Оказавшись за дверью внутри подвала, она обессиленная свалилась на свой сшитый из лоскутов матрас. И лишь тогда она заметила посетителя. Бабушка усадила гостью на большой треснутый глиняный кувшин, который она обнаружила в курятнике. Обмотанное делейкиным покрывалом, сиденье оказалось довольно-таки удобным. — Нет-то? Попробовала подняться, но незнакомка запротестовала. — Нет, не надо, пожалуйста, не вставайте, — сказала она доброжелательно, жестом прося нету оставаться в своей постели. — Вы устали, и к тому же я скоро ухожу. Я уже поговорила здесь с бабушкой, и она согласилась кое-что связать для меня, если вы не возражаете. — Незнакомка замолчала, улыбаясь и глядя на нету. — Она также рассказала мне, что вы собрали деньги для того, чтобы купить козу. Мой брат живет на ферме и разводит коз. Я думаю, мы без труда можем все устроить за деньги, заработанные бабушкой, за вязание в качестве платежа. — Ну, доброй вам ночи. Увидимся снова. Божьих вам благословений. Нет-то ничего не хотела есть. Она только мечтала отдохнуть. Бабушка принесла ей чашку горячего чая. Медленно попивая чай, нет-то мысленно сравнивала двух последних посетителей. Как много значит, когда у человека есть жалость и сострадание. Сегодня эта добрая женщина, уходя, оставила нас в теплой и успокаивающей атмосфере, в то время как та, другая, нет-то подавила свои мысли. На следующее утро нет-то почувствовала себя отдохнувшей и была готова выслушать все, что бабушка хотела ей рассказать. — Посмотри на эту коробку, полной разной пряжи, что принесла нам та женщина. Бабушка вся сияла от радости. Я свяжу много теплых вещей, и не важно, что все цвета перемешаны. — Как хорошо она это придумала! — улыбнулась нет-то. — Но кто эта незнакомка? Каким образом она узнала о нас? — Она представилась Делеке как тетя Иста, — объяснила бабушка. Она мне сказала, что все называют ее тетей Истой, и просила, чтобы и мы ее так называли. У нее есть родственники, которые живут в городе и проводят аукционы, где распродают вязаные вещи. Она сказала, что как только получит новую партию пряжи, я смогу начать вязать на продажу. Она даже возьмет на себя ответственность за продажу. Было очевидно, что бабушка была радостно возбуждена и полна энтузиазма благодаря новому знакомству и предстоящим возможностям. Ты думаешь, она знала, что что-то, ну, ты понимаешь, о том происшествии через дорогу от нас? Она ни слова об этом не сказала. Но я думаю, что многие, живущие в округе, видели или слышали об этом инциденте. Когда она заговорила о козе, мне стало ясно, что ей все известно. Слезы хлынули из глаз нетты. Господи, благодарю тебя за этот урок о доверии. Продолжай и дальше наставлять меня. Вчера все, казалось, было во тьме, а сегодня снова светит солнце. В тот день нетта шла на работу с песней на устах и благодарностью в сердце. Бог заботится о нас. Он знает все наши нужды. И я могу быть уверена, что он позаботится и о Гансе, даже в тюрьме. Бабушкины спицы мелькали, когда она вязала вещь со вещью. Нетта помогала ей по ночам, когда только могла. Уже очень поздно, однажды глубокой ночью, сказал Нетта. Я должна больше отдыхать, чтобы качественно выполнять свою работу в конторе. Иди ложись, а я, наверное, еще с часок повяжу, ответила бабушка. Нетта не хотела и слышать об этом. Твои дни и так достаточно длинные. Я бы лучше завтра встала пораньше и помогла тебе перед тем, как идти на работу. У Дилеки появилось новое вязаное платье и кофта. Бабушка подобрала и смешала цвета так, что они прекрасно сочетались. И никто бы не догадался, что одежда связана из обрезков пряжи. Вы настоящая мастерица в вязании, сказала госпожа Молот, когда увидела платье, которое бабушка связала Дилеки. Сколько бы вы хотели за то, чтобы связать такое же и для Либби? Бабушка улыбнулась. Возможно, когда-нибудь, ответила она, колеблясь. Госпожа Молот поняла, что бабушка не в восторге от ее вопроса. Больше она ничего об этом не говорила. Днем бабушка учила Дилеку вязать. Дилека уже не так часто выходила на улицу, так как ей нельзя было играть с пятнистым. А теперь, когда она начала учиться вязать, у нее появилось увлечение, которое все больше и больше притягивал ее и удерживал дома. «Давай держать это в секрете, а потом преподнесем маме сюрприз», – предложила бабушка Дилеки. Она знала, что это превратит процесс вязания в еще более интересное и желанное занятие для внучки. «Это похоже на игру», – засмеялась Дилека. Нетта заметила, что когда она возвращалась домой с работы, Дилека всякий раз была слишком возбужденной и веселой. Ее глаза сияли даже тогда, когда она ничего особенного не говорила. «Можно я завтра снова буду играть с пятнистым?» – спросила Дилека однажды вечером, когда уже подошло время маме и бабушке заканчивать свое вязание. «Так, давай посмотрим». Прошло две недели. Нетта заулбалась при виде серьезного лица дочери. «Вообще-то, ты уже сегодня могла бы с ним играть, если бы я об этом вовремя вспомнила». «Ну, сегодня нет», – быстро сказала Дилека. Опомнившись, закрываю рот рукой и мельком взгляну в сторону бабушки. «Я... Ой, бабушка...» «Стоит ли ждать до завтра?» – прошептала она. «Делай так, как тебе угодно, милая», – ответила улыбаясь бабушка. «Ты, наверное, не сможешь уснуть, если заставишь себя ждать до завтра, до утра». Засунув руку под матрас, Дилека вытянула сверток и протянула его маме. «Это то, что я сделал для своей мамы». Развернув его, нетта увидела, что это был искусно связанный шарф. «Дилека, не может быть, что это ты связала его». «Это я связала его». Бабушка научила меня, радостно завизжала Дилека, держа в руках наполовину связанное платье. «Мам, это для Либби!» «Красивая, не правда ли?» «С этим ей нужно будет немного помочь», – улыбалась бабушка, глядя на полный энтузиазма Дилеку. Она уже почти научилась хорошо вязать. «Дилека, я так рада, что ты умеешь вязать», – ответила мама. Бабушка и меня учила, когда я была маленькой. «Мам, ну только не говори госпоже Молот ничего о платье. Я хочу, чтобы это было для нее сюрпризом». Когда госпожа Молот попросила связать платье для Либби, я подумала, что было бы хорошо, если бы Дилека связала его для нее бесплатно. «Ведь она так много для нас сделала, когда мы сюда переехали. Она и обрезки тканей дала нам, и многое другое, что сделало наш дом более приятным и уютным. Я должна отплатить ей добро, не так ли?» – спросила бабушка. «Конечно, бабушка, я бы не стала брать деньги за это платье». «Помни, Дилека», – предупредила ее мама в тот день, когда у них появилась коза. «Коза может нанести еще больший ущерб, чем кот. Ты никогда не должна отвязывать нашу козу. Вообще никогда!» «Я никогда об этом не забуду», – пообещала Дилека. «Наша коза такая симпатичная! Можно я буду ее доить, мама?» «Я сама буду делать это до тех пор, пока она не привыкнет к нам и к своему новому дому», – сказала мама. «Потом, возможно, и ты научишься ее доить, а я буду рядом, чтобы помочь. Но ты можешь ее кормить!» Этот любезный человек с фермы принес нам также немного сена и корма для нее. Дилека теперь прямо жить не могла без козы. Ей было жаль козу, которой приходилось спать на улице. «Разве нельзя, чтобы она заходила к нам в дом хотя бы на ночь?» – спросила она маму. «Нет, Дилека». «Конечно же, нет. Животным нравится жить на улице. Тебе не нужно переживать за козу, если за ней хорошо ухаживать, кормить и поить. Почему же она тогда кричит?» Она просто зовет других коз, с которыми она привыкла спать. Вскоре она поймет, что ее дом здесь. Нетта высыпала из мешочка монеты и внимательно пересчитала их. «Я уже отложила достаточно, чтобы полностью выплатить нужную сумму госпоже Чусик. Мы с Дилекой отнесем ей деньги перед тем, как садиться кушать». Бабушка вопросительно взглянула на нее. «С Дилекой?» «Она должна пойти со мной, как последнее напоминание», – объяснила Нетта более спокойным тоном, чем чувствовала себя на самом деле. «Мама, пожалуйста, я не хочу идти», – умоляла Дилека. «Она не любит детей, особенно меня». Нам приходится сталкиваться с разными людьми и часто решать проблемы, которые нам неприятны Дилека. Но когда мы честно и открыто все улаживаем, мы учимся на таких уроках. «Проблемы – это обычно новые незаметные возможности и шансы для роста». «Идем». Нетта взяла Дилеку за руку и направилась к двери. Нетта вся дрожала, поднимаясь по выложенным камнями ступенькам, ведущей на веранду. Ярко-зеленые кусты росли по обе стороны дорожки, а на веранде в глиняных горшках пышно цвела герань. Множество разных сортов цветов и растений росли в горшках и подвесных ящиках, а решетку с западной стороны веранды украшали несколько кустов поздних роз. Мать и дочь не могли оторвать глаз от всей красоты этого ухоженного сада. В голове у Нетты промелькнула мысль, как может человек оставаться таким надменным и холодным, находясь каждый день среди такого богатства и красоты. Возможно, госпожа Чусик просто не осознавала Божьего творения и всех Божьих благословений. Подойдя к двери, Нетта собралась уже было постучать в нее, как вдруг услышала глухой стон. — Что это? — прошептала напуганная делека. Снова послышался стон, а затем сдавленное рыдание донеслось из-за кустов неподалеку от веранды. — Слабая, помогите! — сопровождалась новыми стонами. Быстрыми шагами Нетта пересекла веранду. Это был голос госпожи Чусик. Похоже, что она была в беде. — Могу ли я чем-нибудь помочь? — спросила Нетта, увидев госпожу Чусик в кустах, согнутую вдвое. Та двумя руками сжимала правую лодыжку, а на ее поблегневшем лбу выступили капельки пота. Нетта видела, что эта женщина страдает от сильной боли. — Пожалуйста! — слабо попросила госпожа Чусик. Я вывихнула ногу, и мне так больно! Госпожа Чусик качалась со стороны в сторону, все еще держась за ногу. Я, должно быть, потеряла сознание. — Вы сможете пройти в дом, если я вам помогу? — мягко спросила Нетта. Я могу попробовать, но... Быстрее, Дилека, скажи бабушке, чтобы принесла мои костыли. Будь осторожна, когда будешь переходить улицу, — добавила она, когда Дилека бросилась выполнять данное ей поручение. Когда, наконец, госпожа Чусик добралась до дивана... И прилегла на нем. Нетта приложила холодные компрессы к опухшей ноге. — Госпожа Чусик, вы уверены, что не сломали ногу? Я думаю, вам лучше показать ее врачу. Озабоченно посоветовала Нетта. — В деревне нет врача. Я не хочу ехать к врачу в город, — сказала госпожа Чусик, вздрогнув, когда Нетта приложила к ноге очередной влажный компресс. — Вам не кажется, что было бы лучше прикладывать теплые компрессы? Она кусала губы, чтобы не закричать от боли. — Боюсь, что нет. До тех пор, пока в ноге жар, холод поможет уменьшить опухоль и понизить температуру, — сказала, радуясь Нетта. Госпожа Чусик больше не разговаривал с капризной нотой в своем голосе. Ее взгляд по-прежнему был прикован к ноге, а не к Нетте. Когда, наконец, резкая боль немного утихла, госпожа Чусик отпустила Нетту, сказав, — «Теперь я и сама справлюсь». — Спасибо. Нетта с сочувствием посмотрела на женщину. — Госпожа Чусик, однажды у меня была больная нога. Я знаю, что боль может сделаться просто невыносимой, если травме не уделять должного внимания. Я сегодня останусь с вами. Вам, несомненно, до утра нужно будет приложить еще несколько холодных компрессов, чтобы облегчить боль. Я не могу оставить вас здесь одну. Нетта заметила, как госпожу Чусик передернула явно не от боли. Она сделала несколько глубоких вздохов, и на мгновение высокомерные выражения вновь появилась на ее лице, но затем так же быстро исчезла. — Я буду вам очень благодарна, если вы будете так добры ко мне, — выговорила она, наконец, в полголоса. — Может быть, вам приготовить немного чая или бульона? Вы же сегодня вечером еще ничего не ели? — Нет, ела. И днем тоже. Я упала, когда собиралась идти на обед. — Вы хотите сказать, что поранили ногу еще до обеда? — Неудивительно, что нога так опухла. Я шла и, наверное, потеряла сознание после того, как упала. — Можете приготовить немного чая и супа, и для себя тоже приготовьте. Нетта была благодарна за это приглашение. Она ощущала слабость, вызванную голодом, ведь она не обедала на протяжении всей недели. Поев, Нетта вернулась, чтобы унести пустую посуду. — Госпожа Чусик, я рада, что пришла, — сказал Нетта. — Я принесла остаток денег, чтобы возместить убытки. Госпожу Чусик снова передернула, а она отвернулась. — Я не могу больше брать денег. Вы мне помогли, и... — Ничего. Я не хочу никакой платы за то, что помогаю вам. Один добрый человек помог мне, а то бы я не была сегодня здесь, — задумчиво ответила Нетта. Я верю, что Бог запланировал все это именно так, чтобы я могла быть здесь в нужное время, чтобы помочь вам. Госпожа Чусик нахмурила брови со взглядом, переполненным болью. Вы можете остаться, чтобы помогать, но я больше не хочу слышать о Боге. Нетта сознавала, что затронула тему, которая вызвала неприятные воспоминания о госпожи Чусик. После этого она была очень осторожной и старалась выражаться так, чтобы не обидеть ее. — Я хочу, чтобы Дилека сегодня днем отнесла тарелку супа для госпожи Чусик, — сказала Нетта бабушке на следующий день, перед тем, как идти на работу. — В то время, как ты сама-то не ешь, — сказала бабушка. Предложение Нетта, похоже, вывела ее из себя. Мир не повредит, если я не поем. Мне не повредит, если я не поем. Мы будем делать для нее все, что в наших силах. Может быть, только так мы сможем показать ей Христову любовь. Я думаю, она это оценит. — Заходите, — ответил чей-то голос, когда Дилека постучала в дверь соседки. — Я принесла вам немного горячего супа, — проговорила Дилека, робким голосом поднося накрытую тарелку женщине, сидевшей на диване. — Бабушка спрашивает, как ваша нога? Госпожа Чусик улыбнулась. Дилека удивленно уставилась на нее. Она никогда бы не подумала, что это надменное лицо способно улыбаться. — Это очень мило с твоей стороны. Моя нога все еще опухшая и болит. Но боль уже не такая сильная, как была раньше. Бабушка сказала, что мама не будет сегодня обедать. Мама ответила, что это не повредит ей. Она и так сейчас ест больше, чем тогда, когда мы жили в Степписи. — А что же тогда ела ты? — спросила госпожа Чусик, которая получала удовольствие от беседы с ребенком. Она чувствовала себя одинокой с тех пор, как Нетта ушла рано утром. — Иногда мы ели суп из ежа, если бабушке удавалось его поймать. У нас также был хлеб до тех пор, пока нас не лишили пайков, — ответила Дилека. — А когда это было? — спросила госпожа Чусик, находя свою маленькую соседку, довольно-таки забавной. — Может быть, ты принесешь мне стакан воды? Тебе нетрудно это сделать. — Пожалуйста. Дилека поспешила исполнить просьбу, а затем объяснила. Мы должны были приносить воду из каналов. Однажды я зашла в воду, чтобы охладиться. А офицер увидал меня и лишил нас пайков. — Я считаю, что он поступил с нами очень плохо. Но мама говорит, что Бог сделал это, и все хорошо для нас обернулось. Ведь потом она получила работу здесь, в деревне. Но нам пришлось оставить Лотара. — А кто такой Лотар? Твой брат? — У меня нет брата. Только папа. Но они его забрали. Дилека стала грустной. Я молюсь о том, чтобы Бог вернул его домой. И знаю, что он это сделает. Но кто же такой Лотар? — Мой друг из Теписа. Он и его сестра Тусси сейчас одни. Я надеюсь, что папа скоро приедет и заберет их к нам домой. — А ты ела суп в обед? Госпожа Чусик, нахмурив брови, попыталась перевести беседу с Дилекой в другое русло. — Еще нет. Бабушка сказала, чтобы я сразу возвращалась домой. Чтобы не ввязаться, смущенная Дилека внезапно остановилась, не зная, что сказать. — Принеси-ка мне вон ту тарелку на шкафу. Ди... ди... Ох, как тебя зовут? — Дилека, — ответила та, поднося женщине тарелку. — Вот, можешь взять немного, — сказала госпожа Чусик, беря с тарелки несколько конфет. — А вот еще кое-что. Отнеси это своей бабушке. Она вложила монету в ладонь Дилеки. — А теперь лучше иди обедать. Приходи еще когда-нибудь. Дилека улыбнулась, чувствуя облегчение. — Приду. Может быть. Но я обязательно оставлю пятнистого дома, — добавила она быстро. Дилека повернулась, чтобы уходить, но вдруг вспомнила о тарелке, которую принесла с собой. Я бы хотела забрать тарелку, если можно, а то маме не будет чего есть за ужином. — Конечно. Возьми ее с собой. Вот только я не могу подняться, чтобы помыть ее. Ты должна извинить меня за это. Она пустая, но немытая. Дилека взглянула на перевязанную ногу. — Госпожа Чусик, у мамы тоже была больная нога, и она думала, что умрет. Я молилась Богу, и Он сохранил ей жизнь. Бог исцелил мамину ногу. Я попрошу Богу, чтобы Он и вашу ногу исцелил, если вы хотите, чтобы я это сделала. — Я буду рада, если ты это сделаешь, — дрожащим голосом ответила госпожа Чусик. Она отвернулась, чтобы скрыть свои эмоции. — Мама говорит, что мы должны верить, иначе он не сможет нам помочь, — сообщила Дилека. Затем она тихо закрыла за собой дверь и на цыпочках прошла по веранде, думая о госпожи Чусик и о том, как с ней на самом деле было приятно общаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова